Есть. У меня есть. Я уже как-то говорил, что в этой стране сегодня, если ты правильно работаешь, трудишься, есть возможность реализоваться. Да, непросто. Но, поверьте мне, опять-таки, я не жил в других странах, я общался с людьми. Не путать туризм с миграцией. В некоторых странах я путешествовал, все красиво, все здорово. Но я общался с людьми, которые живут внутри системы, и это кардинально отличается с увиденным. Поэтому я понимаю, что, конечно, люди всегда хотят жить лучше. Конечно, это неизбежно. Человек, к сожалению, быстро привыкает к хорошему, еще быстрее, чем к плохому, и всегда он хочет еще лучше. И та же сказка про золотую рыбку. Но, конечно, сегодня не так все гладко, но считать, что поводов для гордости нет, я так не думаю. Меня по-прежнему вдохновляют и наши спортсмены, которые проявляются на международной арене. Ну, просто вдохновляют, потому что я не понимаю, как люди без катков и лыжни выигрывают, все равно продолжают выигрывать. И где эти мальчишки, у которых сегодня нет ни футбольных, ни хоккейных полей, ни каких-то других, ни бассейнов с водой, ничего, продолжают побеждать. Ну, разве это не повод для гордости? А если нам воду еще в бассейн налить? Понимаете, то Австралия просто будет где-то плестись в конце, понимаете, в этих олимпийских рекордах по плаванию. Поэтому, конечно, русский народ, ну как нет повода гордиться. Каждый год 9 мая я горжусь тем, что я живу в этой стране, тем, что есть у нас такие корни, что мы все-таки великий народ. И каждый, вот, ну, не знаю, вот сейчас мне нравится политика государства, которая направлена, и Народный фронт, который сделан, и 12 июня, День независимости. Все это заставляет гордиться. Может, это не так много, но мне кажется, каждый сам все-таки начать надо с себя. Когда мы начнем с себя, все-таки, я уже, наверное, ушел, да, от вопроса, который вы задали. Я считаю, что мы не такие простые годы пережили, да, особенно, когда, особенно нашим отцам досталось, мы помоложе, да, с вами. Вот люди, которые, представляете, да, из одной системы Советского Союза, когда были одни законы, и там, грубо говоря, офицер, это будущее. Они там получали 5-комнатные, 3-комнатные квартиры, а потом в какой-то момент все стало ничем. То есть у людей просто поменялись, это очень сложно, это многие сломались, это сложно выдержать. Когда люди жили, строили, строили 70 лет, потом говорят, да вас обманывали. Это очень сложно, это уже в поколениях, да, было на... И поэтому то, что мы преодолели это и опять начинаем верить, мне кажется, это дорогого стоит.